Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Пять лет лишения свободы получил сегодня застройщик в Сочи. Многоэтажку на Буковой он возвел без разрешения. В Сочи прибыла главная икона вооруженных сил «Спас мир рукотворный». Уже сегодня поклониться ей приехала масса военнослужащих. В Кавказском заповеднике восстановлена популяция зубров. За 20 лет удалось увеличить их число в 5,5 раз. В Сочи проведут диспансеризацию деревьев-патриархов. Гигантам с богатой биографией начнут готовить замену. Строительство медицинского кластера, помощь обманутым дольщикам и миллиарды рублей на строительство школ и детских садов. В Кубанском парламенте перед уходом на каникулы депутаты приняли ряд важных для региона законопроектов. Многие из вопросов повестки были предложены на рассмотрение губернаторам. Вениамин Кондратьев лично участвовал в их обсуждении. Все подробности в материале наших краснодарских коллег. С чувством исполненного долга народные избранники уходят на парламентские каникулы. Депутаты одобрили 233 законопроекта и рассмотрели полтысячи вопросов. На заключительной перед перерывом сессии успели обсудить сразу несколько важнейших для региона тем. Участие в заседании принял и губернатор края. Вениамин Кондратьев выступил перед законодательным собранием и поблагодарил депутатов за работу. При их поддержке удалось увеличить финансирование сразу по нескольким направлениям. Одно из них – сельское хозяйство. Впервые предусмотрены субсидии на компенсацию затрат на приобретение отечественных семян сахарной свеклы. Коллеги тоже еще три года назад, четыре, мы с вами говорили, что у нас нет семян сахарной свеклы, всего 5%. А вот сегодня у нас появились семена сахарной свеклы, появились. На самом деле мы вместе с бизнесом эту проблему сдвинули с мертвой точки. Так вот, 7 миллионов рублей мы, благодаря вам, принимаем это решение на компенсацию затрат нашим отечественным сельхозпроизводителям, если они будут покупать семена, произведенные в нашем Краснодарском крае. На сессии много времени уделили обсуждению национальных проектов. Большинство из принятых решений нацелены именно на их реализацию. Вопросы касаются самых важных направлений – от сохранения экологии до увеличения продолжительности жизни. К 2024 году этот показатель в среднем должен достигать 78 лет. Правда, у некоторых депутатов выступление министра здравоохранения края вызвало вопросы. Из вашего доклада следует, что смертность в целом снизилась. Это неплохо. Но, тем не менее, заболеваемость всего населения выросла на 3,4%. В чем причина увеличения? Но, как выяснилось, цифры говорят не о том, что болеть стали больше, а о том, что недуги стали чаще выявлять из-за того, что лучше заработала диагностика. Сегодня цифры, которые он озвучивает, может быть, не совсем нам лестно их слышать. Вчера их не было, но это не значит, что этих заболеваний не было, этих больных не было. Просто мы не выявляли. Потому что не было первичного звена, и мы не входили туда, где еще можно, как он правильно сказал, помочь. Поэтому сегодня мы и совсем мало регионов, которые стали лидерами, когда первичное звено пошло в населенные пункты, пошло в районы, там, где живут люди. Мы к ним пошли, чтобы хоть как-то на ранних стадиях выявлять эти заболевания. Поэтому, конечно, у нас эти цифры и появились статистически. Может быть, не совсем хорошие. Здесь не нужно бояться цифр. Здесь, наоборот, нужно это вскрывать и максимально купировать. Купировать, чтобы, на самом деле, мы сохранили жизнь и здоровье жителям края. Первичное обследование, пожалуй, один из самых важных элементов в сохранении здоровья. Ведь болезни всегда легче предупредить на ранней стадии. Депутаты поддержали инициативу губернатора выделить дополнительные деньги для капитального ремонта районных больниц и поликлиник. На эти цели предусмотрено больше 800 миллионов рублей. А со следующего года в регионе готовятся внедрять абсолютно новые решения в первичной диагностике. В качестве примера было предложено на всех наших 6,5 тысяч ТОСов обеспечить диагностическим бытовым медицинским оборудованием. Это изменитель пульса, давления, сахара в крови, веса, я извиняюсь, объема талии. Для того, чтобы человек в своем дворе мог получить информацию о том, что есть у него проблемы с давлением или сахаром, нет. И вот тогда уже обратиться в специализированное медицинское учреждение. Еще одно важнейшее направление – развитие на Кубани системы онкологической помощи. Для амбулаторных центров такого профиля выделят 450 миллионов рублей на закупку оборудования. В перспективе – строительство крупного медицинского кластера. – Количество клиник, которые могут оказать помощь в случае заболевания онкологическими заболеваниями, у нас ограничено. И количество койко-мест. Несколько раз ко мне обращались, мы предпринимали меры для того, чтобы обеспечить врачебную помощь вот таким людям. Я с вами хочу согласиться, что сегодня в государе нет высокотехнологичной медицинской клиники, которая могла бы высококвалифицированно оказывать помощь онкологическим больным. Значит, она должна быть. Андрей Анатольевич, мы проектируем онкологическую. У нас же место уже под этот медицинский кластер определено, где будет 5-4 у нас будет там клиники находиться. Иван Ильич, мы приступаем к проектированию в этом году. Хорошо, деньги на проект уже предусмотрены, потому что коллеги же знают, что проект же тоже не копеечный, наверное. Конечно, проект. Если на тысячу коек, еще раз подчеркну, коллеги, это не просто больница онкологическая, это высокотехнологичная должна быть медицинская клиника. Техническое задание очень долго согласовывали и советовались с коллегами из Москвы для того, чтобы это был центр именно высокотехнологичный, такой, который позволит работать долгие годы без реконструкции и обновления. Тогда проект, по вашим почетам, будет завершен и пройдена экспертиза. А в будущем году? Еще раз подчеркиваю, удастся зайти в федеральную программу, получить федеральные деньги, значит хорошо. Не удастся, будем строить за счет своих. Значит, объективно заходить в стройку сможем в 2021 году. Нам нужен очень высокотехнологичный онкологический медицинский центр, такой современнейший центр. И он в нашем крае должен быть обязательно. Это не потому, что это амбициозный проект. Мы мощный регион. У нас по учетным карточкам политики 6 миллионов 400 тысяч находится, постоянно проживающих. После парламентских каникул депутаты собираются, что называется, взять на карандаш выполнение наиболее важных нацпроектов, в их числе сохранение экологии. Зеленым зонам в Краснодарском крае специально придают статус особо охраняемых природных территорий. Правда, защищать парки и скверы готовы не везде. Парковая зона в городе Кропоткин по улице Володаровского 9 поставлена на государственный кадастровый учет с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного производства. На Кубанском районе парк 70-летия Победы поселки Глубокий по улице Чехова имеет вид разрешенного использования для объектов общественно-делового значения. Данные нарушения градостроительного законодательства также позволяют застраивать зеленые зоны. Венимин Кондратьев тут же дает поручение своему заместителю проверить, как во всех районах Кубани идет работа по сохранению зеленых зон. Можно демонстрировать деятельность и в итоге так ничего не сделать, потому что кому-то это невыгодно. Кому-то невыгодно менять генпланы, изменять, наносить их изменения, кому-то невыгодно корректировать правила землепользования и застройки. Невыгодно. Просто невыгодно. Выгодно вот как сейчас. Муть. А когда мутная вода, может, что хочешь делать? Так вот, сделайте сейчас вместе с депутатами, которые занимались этим вопросом, алгоритм со временем конкретным по каждому муниципальному забаванию, по каждой зеленой зоне, которая сегодня уже ими обозначена, алгоритм, когда мы будем эту зеленую зону видеть в виде места общего пользования со всеми вытекающими правовыми последствиями. Не просто работа ведется, а конкретно как она ведется, со сроками и с пониманием, когда у нас эта зеленая зона станет полноценным парком. Выдвинутые президентом Российской Федерации национальные проекты, жилье и городская среда, экология заставляют нас внимательно отнестись к состоянию этих зеленых зон. И на ближайшую перспективу, программа минимум, это сохранить имеющийся, программа максимум, приумножить количество зеленых зон. И депутаты, чтобы на каникулы поехали и все свои зеленые зоны знали, как пять пальцев. В деталях депутаты точно знают о проблеме обманутых дольщиков. Уж слишком наболевший для региона вопрос. Совместными усилиями кубанских властей и парламентариев все больше людей получает ключи от собственных квартир. Достраивать инвестиционно-непривлекательные дома будут с помощью краевого бюджета. Также создается региональный фонд поддержки дольщиков. Он позволит привлекать федеральные деньги для завершения проблемных объектов. Благодарю вас за закон, который мы приняли, где можем компенсировать в виде участков тем, кто будет достраивать эти недострои. Ну еще и полтора миллиарда рублей на достройку инвестиционно-непривлекательных объектов. Такие у нас тоже есть. Единственное мое требование, Андрей Анатольевич, находится. Одни недобросовестные бизнесмены в строительстве начали и бросили, а другим, не дай бог, дадим на достройку. У нас есть акционерное общество, 100% доля государства. И уже за государственные деньги пусть берут и достраивают. Потому что здесь не до прибыли. Здесь нужно закрыть социальную эту проблему, которая явно уже раскалена до предела. Я прошу вас ускорить и на сентябрьскую сессию выйти с инициативой докапевтизации этого акционерного общества. И максимально пусть оно уже максимально осваивает эти полтора миллиарда рублей. И конкретно достраивает инвестиционно-непривлекательные объекты. Там, где дольщики тоже надеются, что мы достроим и их квартиры, и их дома. Приоритетной задачей остается и выполнение социальных программ. Именно на них направлено самое большое финансирование, исчисляемое миллиардами рублей. В этом году на выплаты семьям при рождении третьего или последующих детей предусмотрено почти 4 миллиарда рублей. И почти в два раза больше в бюджете зарезервировано для строительства и реконструкции школ и детских садов. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Вадим Волков, Кубань-24, Краснодар. Ведущая мировая марка моторных инструментов для строительства и сельского хозяйства рассматривает возможность собственного производства на Кубани. Детали сотрудничества на встрече обсудили председатель наблюдательного совета немецкой компании «Штиль» и губернатор Краснодарского края. Ханс Петер «Штиль» уже не в первый раз приезжает в южную столицу. По словам Вениамина Кондратьева, в регионе есть все условия для инвесторов. Пять лет назад немецкий бренд уже открыл в Краснодаре первый в России собственный логистический центр. На Кубани очень востребована техника для сельского хозяйства, строительства и ландшафтного дизайна. Мы вместе должны работать над тем, чтобы продукция фирмы «Штиль» стала максимально востребована в нашем регионе и за ее пределами. Мы воспринимаем вас как партнеров, очень таких понятных для нас партнеров, надежных партнеров. Мы вместе должны поработать над логистикой, в том числе так, как сделать вашу продукцию, технику максимально доступной и максимально успешно довести ее до потребителя, до конечного покупателя. И здесь я не хочу ни в коем случае вас торопить и даже не то, чтобы настаивать на решении о размещении производства. Я хотел бы, чтобы вам было в первую очередь комфортно. Вы должны максимально чувствовать, что вам здесь удобно и решение о размещении производства, когда вы его примете быстро, либо нет, это ваше решение. Но я уверен, что сотрудничество, которое сегодня уже возникло, оно будет набирать обороты. Мы увидели, что в Россию можно очень хорошо инвестировать. И сразу же первое решение, которое мы приняли по инвестициям в Россию, это был Краснодар. И, конечно, мы отсюда хотим и дальше работать над российским рынком. Мы очень заинтересованы как можно скорее здесь организовать производство, но для этого должны быть мощности и объемы сбыта. Почти 50 лет Штиль является самой продаваемой маркой мотопил в мире. Свою новейшую разработку, автономную пилу, работающую от аккумулятора, глава компании подарил губернатору Кубани. Пять лет лишения свободы получил сегодня застройщик в Сочи. Такое решение вынес судья Центрального района. Сергей Антонян обвиняется в мошенничестве. Он брал деньги с граждан на строительство девятиэтажного дома по улице Буковой 10. При том, что разрешение на строительство высотки не получал. От мошенничества действий пострадало 106 граждан. Они все с разных регионов Российской Федерации. Причинен ущерб свыше 130 миллионов рублей. Вопрос о разрешении гражданских исков, которые были заявлены потерпевшими, передан судом для рассмотрения и в гражданском судопроизводстве. По наказанию суд согласился с неимением государственного обвинителя и также назначил ему пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Построенный Антонианом дом на Буковой признан судом самостроем и подлежит сносу. Однако администрация города готова рассмотреть вопрос о заключении мирового соглашения с обманутыми покупателями. Это возможно только после экспертизы, которая в рамках судебных заседаний подтвердит, что объект безопасен и соответствует всем требованиям, предъявляемым многоквартирным домам. Все условия, при которых возможно сохранение дома, будут прописаны в мировом соглашении. Таким образом будут защищены права граждан, поверивших недобросовестному застройщику и вложивших в строительство свои деньги. Федеральная кадастровая палата этим летом в пилотном режиме запустит онлайн-сервис по получению выписок из Единого государственного реестра недвижимости. Узнать собственников или арендаторов в новом сервисе можно будет за одну-две минуты. Сервис начнет работать в 51 регионе, подключенном к системе ЕГРН. В их числе, однако, нет самых густонаселенных, например, Москвы и Подмосковья. Подключить все регионы к новому сервису планируется в первом квартале 2020 года. Для использования сервиса нужно авторизироваться через единую систему идентификации и аутентификации. Она предоставляет доступ к порталу госуслуг. Искать объекты можно по адресу или к кадастровому номеру. В зависимости от типа выписки, ее цена варьируется от 250 до 700 рублей. Можно будет заказать четыре типа выписок об основных характеристиках и зарегистрированных правах на недвижимость, о переходе прав на объект, о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, а также полные выписки об объекте из единого государственного реестра недвижимости. В четверг горячее водоснабжение отключат в ряде домов и объектов в центре Сочи. 18 июля с 8 утра до конца дня в связи с плановым ремонтом теплотрассы будет отключено горячее водоснабжение объектов центрального района. Это коснется домов на улицах Нагорная, Театральная, Орджоникидзе и Курортный проспект. Сейчас перебои с водоснабжением в связи с ремонтом теплотрассы испытывают жители улиц Гагарина, Цветного бульвара и переулка Рабочий. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. В Сочи сегодня столкнулись два грузовика. Авария произошла утром на федеральной трассе возле поселка Солоняки. Судя по кадрам, оба грузовика получили серьезные повреждения. О пострадавших пока неизвестно обстоятельства, уточняются. К другим новостям. В Сочи прибыла главная икона вооруженных сил Спас Нерукотворный. С 17 по 26 июля она будет находиться в храме в Олимпийском парке. Главная икона вооруженных сил была написана к Пасхе, освящена патриархом московским и всей Руси Кириллом, передана военно-политическому управлению вооруженных сил. Побывала в воинских частях и храмах городов Крыма, а также в Ростове, Волгограде, Ставрополе, Краснодаре. В Сочи пробудет 10 дней. Где военнослужащие могут воочию увидеть этот образ и приложиться к главной иконе, главной святыне. То есть выстраивается такое, ну будем говорить, ознакомление военнослужащих с главным нашим стягом. Потому что икона на самом деле является наследницей стягов нашего православного воинства, которые использовались когда-то у нас вместо знамен. Вот теперь это главный стяг всего нашего воинства, духовный наш стержень, объединяющий нас. Вместе с иконой привезли и ковчег с частицами мощей небесных покровителей российского воинства. Апостола Андрея Первозванного, великомученика Георгия Победоносца, святителя Николая Чудотворца, апостола Петра, великомученика Пателимана, преподобного Сергия Радонежского, праведного Федора Ушакова и великомученицы Варвары. В военной части узнали о том, что главная икона вооруженных сил Российской Федерации прибудет сюда. С большим удовольствием выехали сюда. Посетили икону, поклонились ей. Многие сказали, что получили большое удовольствие, получили покой на душе и остались под большим впечатлением. В четверг, 18 июля в 9 утра в храме состоится торжественная литургия. Ее проведет епископ Сочинский Таупсинский Герман. После этого в течение недели у святыни ежедневно будут совершаться молебны. 26 июля образ Спаса Нерукотворного отправят во Владикавказ, потом в Астрахань. А 13 августа икону передадут в Центральный военный округ. Спас Нерукотворный – самое древнее из канонических изображений Христа Спасителя, которое с давних времен считалось оберегом русского воинства. Продолжаем. В Кавказском заповеднике восстановлена популяция зубров. За 20 лет удалось увеличить их число в 5,5 раз. Дирекция Кавказского государственного природного биосферного заповедника сообщила об успешной работе по восстановлению популяции зубров, сообщает ТАСС. Численность животных за последние два десятилетия составила 1100 особей. Напомню, к концу прошлого столетия из-за варварского истребления их осталось около 200. Последние подсчеты говорят об их благополучном существовании в заповеднике. Кавказский заповедник – самый большой горно-лесной заповедник в Европе. Его общая площадь превышает 280 тысяч гектаров. Территория заповедника располагается на землях Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаева-Черкесии. В Сочи хорошо живется не только зубрам, но и деревьям. В этом убедились научные сотрудники, решившие навестить городские деревья патриархии. Их можно встретить не только в заповедных лесах, но и в спальных микрорайонах. Секвой, акипарис, пробковый дуб и бамбук. В Кудепстинском лесопарке собраны деревья со всего мира. Мини-дендрарий здесь заложили в 60-е годы прошлого века. Однако в экзотических зарослях можно найти и местные породы. Над Каучуковой рощей возвышается белый тополь. Ему около 200 лет. «Тополь всё-таки облатает достаточно мягкой древесиной. Не все из них являются долгоживущими. Не все способны достигать крупных размеров. Это и внешние условия на это влияют. Ураганы, ветры, молнии. И также особенности того, что у нас очень влажные условия – это и гнили ствола, может быть». Стихия и время не сломили дракона. Так прозвали дерево из-за необычной формы. У него три ствола. Чтобы их обхватить, потребуется 10 пар рук. Диаметр больше трёх метров. А когда-то здесь была целая роща великанов. Возле жертвенного камня, ровесника дольменов, росли дубы и каштаны. «Когда первые учёные исследовали его, они вокруг ещё обнаружили некие следы от строения, следы оград, два очага. Памятник был в окружении некой рощи, которая очень была почитаема у местного, коренного населения». И обработаны песчаникой окружающие его деревья были культовыми для абхазо-адыгских племён, населявших Черноморское побережье. А если в растение ударила молния, то оно сразу возводилось в ранг священных. Некоторые из них дожили до наших дней. Вот 300-летняя липа на горе Бытха. Она застала убыхов, коренное население Сочи. Дерево пережило удар молнии, который оставило в стволе огромную воронку, и застройку микрорайона. В Сочи создан реестр деревьев-патриархов. 40 имеют статус памятников природы регионального значения. Липа в этот список пока не вошла. «Имеет смысл всё-таки провести инвентаризацию, выявить все вот такие деревья, уникальные, старовозрастные, которые в силу уже естественных причин, просто со временем они, в общем-то, выпадают. И уже сейчас готовить им на замену, подсаживать рядом деревья». Сегодня разрабатывается концепция сохранения древесного фонда Сочи. Ведь зеленой патриархии не только объекты экологического туризма, но и хранители истории города. Ольга, 10-го телекомпания, ФКТ. В Красной Поляне пройдет фестиваль «Звездопад Персеиды». С 9 по 11 августа можно будет наблюдать за метеорным потоком Персеиды из палаточного лагеря на высоте 2050 метров. Во время фестиваля наблюдения в телескоп будут сопровождаться экскурсиями по звездному небу от Астротур-клуба. Помимо астрономических лекций, в программе фестиваля запланированы концерты этнической музыки на барабане, дудуке и гитаре. По данным Международной метеорной организации, «Звездный дождь Персеиды» в августе станет самым ярким из звездопада в этого года. Ожидается до 110 падающих звезд в час. Палаточный лагерь будет работать в горной долине «Цирк-2». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас и в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке, и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи». В Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютьюбе «Говорит Сочи». В студии была Инга Агабеши. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда «Ведущий» предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.